Пустой комментарий Пару лет назад сделали ремонтик К счастью Покрыли стену дюбондом Стены покрасили Повесили джерзи Музей Пройдем в зал В зале обновили стены Покрыли баннерным принтом Поменяли кресло Аппарат украсили Остальное Моя работа Заткнение 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 Пару лет назад На это неизменно Кроме 1 В пульте появилась дырка Не отверстия, а дырка За которую разъем USB Внутри стоит ардуинка Которая теперь управляет движком самого планетария Сейчас немножко расскажу, что это за движок и для чего он Как видите, здесь стоит нестандартного вида коробка А за ней прячется двигатель Видите ременную передачу, которая передает движение на червяк привода самого планетария Ну, посмотрим, что там внутри в этой коробке Так, ну вот я открутил два винта, крепящие крышку Смотрим, что там внутри Внутри стоит двигатель Двигатель изначально был с редуктором, но посмотрев, как он работает на высоких оборотах Я редуктор, конечно же, снял И самый простецкий серво-драйвер Здесь написано Alex Drive На самом деле, это самый простой леджаймерский драйвер Который китайцы, видимо, делают для какой-то фирмы Alex Drive Вот, собственно, это было установлено в этом году Детальки Шкивы Ремень Это было куплено в магазине Который торгует 3D-принтерами и запчастями для них А это запчасти, которые я достал из культа управления И это движок, который стоял на самом планетарии Видите, фирма Web Работал он шумно, поэтому он был заменен Хочу продемонстрировать то, ради чего была сделана замена двигателя Это, конечно, во-первых, плавное движение И главное, что оно практически совершенно бесшумное То есть шумит только червячный привод самого планетария А сам двигатель, ну, на малых и на больших Оборотах практически бесшумный На самых маленьких оборотах он начинает немного пищать Скажу сразу, что со старым движком такую запись делать было практически невозможно Он орал как резанный Органы управления решил оставить прежними То есть управляется ручкой, рукояткой Как можно слышать, немножко щелкает Внутри стоит микрик, который, правда, ни к чему не подключен Он просто служит для того, чтобы создать щелчок А вот в среднем положении это нулевая скорость Это обратное движение Это прямое То есть все как в стандартном цейсе Могу продемонстрировать работу с помощью солнышка Убавляем освещение Вот видите, проекция солнца И пошло движение Раньше с такой скоростью работать было невозможно Не было такой скорости Была либо нулевая, либо очень большая Слышите, едва заметный писк Но его на фоне слов электро практически не слышно Движок крутить не напрягаясь Остановить можно, но сложно Сейчас двигатель остановлен Он удерживает свою позицию И я, как ни пытаюсь, не могу его сдвинуть Он даже начинает возмущаться, когда я это делаю Сам аппарат, конечно, подвергся переделкам Еще в 80-х годах Здесь видите проектор луны Вот такой проектор луны Который проваляется с места И меняет пазы Также приводится в движение солнца Проектор солнца В общем, много всяких движков стоит На шаре закреплены проекции созвездий Которые тоже переключаются Но для переключения нужно Тумблером включить и ждать Пока вот этот механизм переключит Включить нужное созвездие Видите, там подписаны определенные созвездия Для того, чтобы управлять всем этим хозяйством Конечно, требовалось много проводов Вот видите, стоит дополнительный коллектор В этом шаре находится родной коллектор А это еще дополнительный, который питает все вот эти проектора Дополнительные Внизу, видите, тоже расположены проекторы Это проектор старт ракеты Это искусственные спутники Земли И стороны горизонта Также здесь есть проектор посадки корабля Венера-9 Вот видите Так вот он примерно изготовлен Даже инвентарь на стоит Специально для наших друзей из Польши Проектор у нас номер 105 Пять Пять